За сутки в зоне Атони один украинский военный не погиб, 9 получили ранения. На Луганском направлении боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня. В семи случаях использовали запрещенные вооружения. На Донецком участке коричства обстрелов несколько сократилось. Всего здесь зафиксировано 13 провокаций. В 10 из них применялись тяжелые вооружения. На Мариупольском направлении оккупанты использовали артиллерию и минометы. Позиции украинских войск здесь были обстреляны 24 раза. В третьих случаях применялись запрещенные вооружения. Введение в Украине накопительно-пенсионной системы станет возможным после того, как будут решены все проблемы солидарной. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк. По его словам, нынешнее состояние фондового рынка может привести к тому, что государство просто безрезультатно потратит деньги. Данилюк отметил, что ситуация с солидарной накопительно-пенсионной системой требует незамедлительных решений. В этом вопросе позиции МВФ и Украины совпадают. В Лос-Анджелесе открылся бар для любителей косплея. Сюда приходят поклонники «Звездных войн», «Стартрека» и других популярных фантастических фильмов. «Я хотел создать место, где косплееры будут собираться и где все будут чувствовать себя героями игры». Здесь множество принцесс лей отдыхают вместе с Дартами Вейдерами и капитанами Стартрека. Бар открылся всего месяц назад, но попасть сюда уже невозможно. Вход по билетам, и они раскуплены на месяц вперед. «Такое ощущение, что попадаешь в далекую галактику. Это у них получилось отлично. Они создали атмосферу, в которой чувствуешь себя очень далеко. Никогда не думал, что возможна такая детализация. Я бы сказал, что если вы хотите попасть в фильм «Звездные войны», то это ваша возможность. Да, приходите, не упустите шанс». «Особых условий для посетителей нет. Каждый надевает то, что ему нравится. Но есть определенный фейс-контроль». «В бар не допускаются синтетические формы жизни, клоны, андроиды и подобные. Но иногда мы делаем исключения. Ну или ломается наш сканер». Бар напоминает подобное заведение из «Звездных войн» на планете Татуин. Впрочем, его создатели настаивают – обеспечили лишь декорации. Содержание создают сами посетители. Ученые смогли заглянуть сквозь межзвездную пыль внутрь галактики Малое Магелланово облако. В этом им помог телескоп Виста, который установлен в Европейской Южной обсерватории в Чире. Телескоп работает в инфракрасном диапазоне, поэтому ему не мешают огромные облака межзвездной пыли. Благодаря этому он смог сделать самое четкое изображение галактики с высочайшим разрешением. Телескоп Виста создал снимок размером 1,6 гигапикселя. Гигантское изображение вмещает несколько миллионов звезд. Малое Магелланово облако – это карликовая галактика и спутник Мличного пути. Она находится примерно в 200 тысяч световых лет от него. Галактику очень хорошо видно на звездном небе в южном полушарии Земли. Она входит в одну систему с большим Магеллановым облаком. Близость расположения Магеллановой системы позволит астрономам изучать процесс формирования и эволюции звезд. Ученые планируют составить карту звездообразования Магеллановых облаков в трех измерениях и с учетом развития во времени. Изображение телескопа Виста уже стало новым открытием. Астрономы выяснили, что большинство звезд Малого Магелланового облака намного моложе звезд в соседних с ним галактиках более крупного размера. Они надеются сделать еще много других открытий. Европейская Южная обсерватория – это международная исследовательская организация. В нее входят 16 стран.